МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе «Автопатруль 112». Три человека пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Михайловском районе. Во дворе дома на Крыгина КАМАЗ насмерть задавил мужчину, двигаясь задним ходом. Детеныша Тюленя спас неравнодушный житель Владивостока возле маяка на Токаревской кошке. Учетное ДТП на Окатовой. Водитель «Тойоты Харьер» при повороте налево не пропустил «Тойоту Краун». Рулевой Крауна не смог уйти от столкновения, ударил торопыгу в правую переднюю дверь. В результате аварии пострадала пассажирка Харьера. Ей была оказана медицинская помощь. Три человека пострадали в жесткой аварии в Михайловском районе. На автодороге А370 Уссури «Тойота Камри» вылетела навстречу, где совершила лобовое столкновение с микроавтобусом «Мазда Бонга». Пострадали три человека – водитель «Камри» и два пассажира микроавтобуса. По факту ДТП организовали доследственную проверку. Без пострадавших, к счастью, обошлось ДТП на проспекте «Столетие Владивостока». Водитель «Митсубиси» перестраивался в правую полосу, чтобы заехать на парковку. Именно в этот момент в него сзади влетел Демио, чей рулевой не выдержал дистанцию. Даже высокий Клеренс не спас пикап от повреждений. Про «Мазду» и говорить не стоит. Малолитражка буквально залезла под багажник пикапа. Виновным признали водителя Демио. Всего, по данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 35 ДТП. Пострадали пять человек. К сожалению, есть один погибший. Повреждено 61 транспортное средство. Госавтоинспекция расследует трагический случай, произошедший во дворе одного из домов, расположенных по улице Крыгина. КамАЗ одной из городских служб насмерть задавил мужчину. Бригада работала во дворе жилого дома. Водитель грузовика сдавал задним ходом и не заметил позади себя одного из работников. От полученных травм 59-летний пострадавший скончался на месте. Стаж вождения 54-летнего водителя КамАЗа – 37 лет. Жители Фрунзенского района обеспокоены агрессивным соседом. Мужчина сначала отрабатывал бойцовские навыки на столбе, а затем попытался атаковать киоск. После чего вмешался охранник и угомонил хулигана. Мужчину наблюдают в микрорайоне уже второй день. До этого он разбрасывал мусор с помоек, сопровождая свои действия громкой матерщиной. Ловкость и спортивную сноровку пришлось демонстрировать рыбакам во время зимней рыбалки под большим камнем. Когда лед внезапно треснул, им пришлось перепрыгнуть через широкую трещину на льду. Выход на лед в Приморье официально запрещен. И этот инцидент – очередное напоминание о том, что природа не прощает легкомыслие. В этот раз никто не пострадал, однако власти призывают приморцев не игнорировать правила безопасности. Детеныша тюленя спас неравнодушный житель Владивостока. Мужчина гулял с собакой по побережью возле Токаревского маяка. Там пес и обнаружил обессиленного ластоногого малыша. Молодой человек не растерялся, обернул тюленя в плед и отвез в центр помощи. Детеныша осмотрели. Худой 12-килограммовый самец был сильно обезвожен. Сейчас его лечат и откармливают в специализированном центре, а после обязательно вернут в привычное место обитания. Выходы тигров в последнее время превратились в рядовое событие в Приморском крае. На этот раз хищник вышел поздороваться на трассе близ села Бамбурово в Хасанском районе. Вероятно, тигра привлек свет фар. Зверь вышел на обочину, проверил обстановку и литировался в лес. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова